Рекламно-информационная программа Культпоход Начало первого в нашем городе И впереди у нас практически целый час Влекательного рассказа, увлекательного розыгрыша Это все называется Культпоход Здравствуйте, добрый день Вас приветствует Николай Голиков И Владимир Сметанин И сразу же у наших гостей представлены Николай Ну мы как и обещали, мы сегодня будем все вместе отмечать день рождения Недетского театра Кактус И по такому случаю у нас в гостях Руководитель этого Недетского театра Екатерина Лучникова Добрый день И управляющий музейно-выставочным центром Андрей Белоусов Андрей, добрый день Надо пояснить, что театр базируется В музейно-выставочном центре На Спаске Ты прямо с языка у меня снял Это одна из площадок Что можно прочитать в вашей группе ВКонтакте Я имею ввиду в группе театра Недетский театр Кактус Это открытое пространство для совместного исследования Открытие граней личности Посредством театрального языка Сложно, да? Вот давайте вы начнете рассказывать о театре Ну зато красиво-то как Которым вы руководите А потом уже будем говорить о том Как будете отмечать Сколько лет уже? Целый один год Целый один год Боже мой Годик, это же так здорово Кто-то и до этого не доживает Конечно же, да Давайте расскажем Недетский театр Кактус Это совсем молодой театральный любительский коллектив У нас есть три направления Это детские группы Детский кактус Мы базируемся на базе Центра досуга практикум И приглашаем всех Также у нас есть группы Кинодетры Октябрь В народе ей больше известны, да? Да, да, да Ну сейчас уже привыкают к практике Ну поясню, может кто-то не в курсе Группы продвинутого кактуса Это для подростков И группы опытного кактуса Кстати, вот группы опытного кактуса 18+, у нас пока наиболее интересное предложение То есть наиболее наполненная группа Поэтому мы всех также приглашаем Катя, почему кактус? Потому что я Катя И как это связано? Катя Все очень просто На одну эту же букву Вовус он меня называет кактус А еще я подумала, что кактус Это такое растение Которое в принципе Ну с шипами, с иголками, с колючками Для меня театр Не обязательно Ну не все Бывают кактусы абсолютно безобидные Понятно, но вообще такой кактус Если брать мировую культуру Мы пляшем перед кактусом В 5 часов утра Томас, Терренс, Элиот Полые люди Ужас такой вообще Кошмар, пустыня вокруг Вот у всех свои ассоциации Для меня кактус это такое Он как что-то нечто остро-социальное Кактус это вовус Ну это просто рифма Но в то же время кактус может свисти Дарить что-то приятное, красивое Поэтому кактус И неприхотливый Вот что, да Вот я подумал Наверное, самое главное Что неприхотлив к любой почве И может произрастать В любом культурном учреждении города С чего все начиналось год назад? Все начиналось очень неожиданно для меня Я уезжала из города Вернулась И мама маленького Гриши сказала А вы в городе? А Грише негде заниматься театром На что я сказала Гриша это кто? Это просто маленький мальчик Один из тысяч Один из тысяч Но сейчас я чувствую Он станет звездой Давайте Он попал в хорошие руки? Ну, видимо Я сказала, что у нас на самом деле Очень прокачанный такой театральный город Любительством И я могу посоветовать Хорошие театральные коллективы Но он сказал Нет, ну вы в городе Вот поэтому Давайте вы создадите свой коллектив А вы почему? У вас образование соответствующее? И до того, как уехать из города То есть вы здесь уже поработали? Я 10 лет работала в образцовом детском коллективе Театр-студия Алая Паруса Что во Дворце пионеров И решила создать свой коллектив В общем, опыт серьезный Опыт серьезный И театр был очень известный До сих пор очень известный Итак, вы подумали Вы прикинули А действительно, почему мы не... Раз есть Гриша Есть уже один запрос То я начала создавать вот кактус И мне кажется, у нас все получилось Потому что у нас за год Вот мы функционировали все три группы И можно хвататься начинать, да? Конечно За год мы создали два спектакля Один из них поучаствовал В программе областного фестиваля Любительских коллективов театральных И мы там заняли лауреатство То есть наш спектакль признался То есть это верх возрасте До одного года уже стали лауреатами Да, вот так Такие люди к нам в гости ходят Когда это было... Это в этом году? Весной или? Да Театральная весна Апрель 2018 года И второй спектакль вы сделали за это время? Мы сделали «Агата возвращается домой» Он получился очень экспериментальный Привлек своего зрителя Не знаем, будем ли мы продолжать его прокат Он такой очень непростой Но мы его очень полюбили Это все взрослые спектакли? Это спектакли... Те, которые... Детский кактус еще пока... Детский кактус, у них есть своя программа Учебные спектакли Учебные показы Мы их очень любим Они тоже очень любят выступать И зритель их любит Гриша стал звездой? Гриша, конечно Это, наверное, у вас вообще такой талисман Всего этого театра уже Гриша Потому что как бы он стал невольным Можно так сказать, да Невольным инициатором создания Но он вдохновляет нас А мы вдохновляем его В настоящее время В театр кактус можно прийти? Конечно, нужно Мы приглашаем всех От восьми лет до бесконечности И как вас найти? Можно... Группа в социальных сетях Соответственно создана там все контакты указаны Социальные сети Мой номер телефона Меня можно ловить на улице Подходить, говорить, что мы хотим к вам Скажите, на какой? Номер телефона? Нет, скажите, на какой улице На улице вас можно ловить? На улице нашего прекрасного города То есть на улице? Да Екатерина Лучникова, напоминаем, зовут нашу гостью И Андрей Белоусов Управляющий музейно-выставочным центром На Аспадской Одна из тех площадок Где, собственно, ставит спектакль Недетский театр кактуса Почему именно подчеркивается? Недетский Хотя с восьми лет набирается Детских коллективов у нас действительно много До восемнадцати лет У нас есть государственные учреждения Которые работают именно с детьми Подростками до восемнадцати Хотелось создать направление Восемнадцать плюс Ну и к тому же Мы таким девизом, может быть, лозунгом Выбрали для себя У нас все не по-детски Даже с детьми Мы работаем на серьезном уровне А замахнуться вообще там На какой-нибудь пятьдесят На серебряный возраст Так вот, да Есть же потребность от общества Но есть такие мысли? Я вот до прошлого года Не работала с классикой Я все время выбирала Современных авторов Искала Сама писала инсценировки В прошлом году поняла Что классика это очень хорошо Там автор дает все И режиссеру Но нужно только верно расставить акценты И проработать все это Поэтому Ну, Шекспир Наше все, да В будущем Расскажите, пожалуйста, еще поподробнее О самой взрослой группе 18+, кто туда приходит Кто сейчас играет Опытный кактус группа Что за люди? Опытный кактус, да Мне понравилось название Опытный кактус Не потому, что у них есть Какой-то сценический опыт Но у них есть опыт эмоциональный В сфере переживания чувств Туда приходят студенты Мамы, папы, бабушки приходят С семьями приходят С семьями приходят, например Ну, в основном, мама и ребенок Ребенок Да, например, вот так И у них такой Мы работаем в режиме с ними Лаборатории То есть я им не предлагаю Конкретной драматургии Они сами ищут, придумывают То, чтобы им было интересно То, о чем они хотят высказаться Безусловно, навязывать что-то И тут, наверное, не самый лучший вариант У них тоже есть свои показы По Цветаевой был показ Показ по диалогам Классиков русской литературы Который прошел под звучным названием Бабы Ну, потому что были такие женские диалоги Звучное название, на самом деле Да А где эти показы проходят? Недоступны для посторонних? Или это такое между собой? Конечно Наш театр открыт И мы ищем своего зрителя И всем рады Мы базировались на одной площадке Но сейчас пока что мы оттуда ушли И вот в ближайшее время Планируем показы на разных точках города В том числе музейно-выставочный центр Третий этаж, куда мы вас всех хотим уже пригласить У нас подошло время небольшой паузы После паузы, я думаю, во-первых Мы сначала дадим слово Андрею Белоусову Как минимум Потому что он так терпеливо промолчал Всю первую часть нашей передачи И, конечно, уже поговорим о дне рождения Собственно, театра И что будет И как будет И как туда попасть И чем С чем в руках туда приходить Спустя полминуты Культ поход Редактор нам только что подсказал Что уже раздаются звонки Люди ждут, когда мы начнем играть Подождите немножко Подождите Слушайте, тут вообще интересный разговор Нам, честно говоря, играть даже не хочется пока Почему не хочется? Хочется, но все-таки да Андрею мы хотели слово дать Что для вас, Андрей, как управляющего Музейно-выставочным центром Наспаска И, значит, сотрудничество с Недетским театром Кактус На самом деле мы уже планировали Такие спектакли проводить давно Искали, кто у нас могли бы проводить Такие спектакли на нашей площадке Но шли как-то неохотно И потом мы познакомились с Катей И нашли друг друга Поэтому с удовольствием Сейчас занимаемся организацией Спектакля Леди Магберт Который пройдет 15 августа В нашем музейно-выставочном центре На Спасской Находится Спаска 15 Третий этаж 15 августа в 19.00 И, собственно, это знаменует, да? Да, это откроет наш второй творческий сезон Год существования, собственно, да, Кактуса? Год существования Кактуса И его точная дата Это 12 августа В день вашего рождения, поясним Да Да, так совпало Поздравляем вас Благодарю Мне кажется, это такое не случайное Все-таки совпадение Все может быть, но это секретный секрет 12 августа мы собираем своих друзей И играем спектакль Ну, вот, для самых-самых-самых Близких Кто с нами был весь год рядышком А вот 15 августа Мы рады всем гостям Всем новым зрителям Всем тем, кто захочет заниматься у нас И хочет посмотреть на результат нашей деятельности Мы всех приглашаем Будет спектакль как раз тот самый Который стал лауреатом областного фестиваля Театральная весна 2018 Да Леди Магбет Моцинского уезда Близкову Это вольный рассказ Очерка Николая Близкова И подчеркнем Все-таки возрастное ограничение Есть туда 16 плюс 16 плюс Это серьезный писатель Вообще-то Сколько пространства Способно вместить Зрителей Комфортные посадки Можем разместить Где-то Человек 35-40 То есть это такой теплый Уютный будет Камерная такая обстановка Но если будет больше желающих Есть у нас дополнительные стулья Насколько мне известно Раньше, где проводился спектакль Там люди могли сидеть на подоконниках Сидя на полу Да, нам очень нравилось Поэтому разместим всех желающих Вольный вы сказали, да? Ну можно ли нас сейчас в подробности Известного сюжета погрузить? Опять сами готовили материал, да? Ну, конечно, я приложила свою руку Вольный что значит? Тексты не заучивали? Мы работали этюдами Мы читали главу Ребята импровизировали в этом Я оставляла какие-то самые удачные куски Что-то мы, конечно, убрали То есть это действительно вольный рассказ И каждый спектакль, он проходит по-новому Те, кто были на трех спектаклях Говорят, что действительно Это всегда все по-разному Естественно, там есть своя сверхзадача Но какие-то акценты Импровизация Все это допускается И все это мы очень любим За это, собственно, и театры любят Потому что на один и тот же спектакль Можно ходить 10 раз И 10 раз увидеть разные спектакли Мы правильно понимаем, что рассказчик-то Будет двое Мария Антропова и Павел Власов Да Мария Антропова и Павел Власов Два босых актера, которые рассказывают Расскажите хотя бы о них Маше и Павел Кто эти люди? Кто они по профессии? Как они к вам пришли? Пашу я нашла сама На улицах нашего города Слушай, надо ходить по улицам чаще Там то режиссера встретишь Там то артиста встретишь Я чаще вижу какие-то суровые, нахмуренные лица На улицах нашего города Говорят, не хочется подходить Павел не был нахмуренным И предлагать Павел не был нахмуренным Он был открытым Я была тоже открыта К творческому взаимодействию Пригласила его С ролью Катерины Львовны Было несколько сложнее До Маши я предлагала Трем разным актрисам Попробоваться на эту роль Но все как-то боялись А Маша, 19-летняя девчонка 19 лет ей? Да, она в этом году поступала Но, к сожалению, пока не поступила В актерский вуз Но мне кажется В актерский? Театральный? Да А куда? В Нижний? Столица Москва Да, Москва Питер Пробовалась Но я думаю, у нее все впереди Ничего, она сейчас опыта наберется На таких ролях Она очень быстро опыта наберется Я думаю Я верю в это И вот два басых актера Рассказывают эту историю В течение часа Басых в буквальном смысле Да Ну, в этом есть своя метафора Но приходите, все узнаете Хорошо, еще раз напоминаем Что это будет в музейно-выставочном центре На Спасской Спасской 15 С 15 августа Начало в 7 вечера Ограничение 16 плюс И мы сегодня, безусловно, разыграем билеты Пригласительные на это мероприятие Ну и настало время нам озвучить Полный список призов Собственно, да Полный список призов Про билеты ты уже сказал Давай с книг начнем, да? Да С книжки Вот у нас так красивая книжка Такая летняя, да? Чтобы лет не уходило Мороженое со вкусом лета Милая история девушки Энди Которой из-за неприятностей отца конгрессмена Пришлось остаться на лето в городе Слушай, грустная правда Дело, наверное, завели на отца конгрессмена Это не у нас Я не знаю Подписку о невыезде взяли Эту книжку я уже рекомендовал в прошлый раз Она просто безумно мне нравится Я полистал уже сегодня снова Как в СССР принимали высоких гостей Рассказывать не буду Ограничение 16 плюс И так понятно Все по заглавию Много фотографий И Сталина, и Хрущева, и Брежнева Их, так сказать, высокопоставленных гостей Вот эта книга, конечно Меня до сих пор так привлекает Когда дым застилает глаза Рассказ о шести годах работы В американской похоронной индустрии Молодой девушке Вот такое считание Специфичное 16 плюс Чемодан Миссис Синклер Луиза Уолтерс Потрясающая, красиво сделанная Сказка о любви Слушай, ну, люблю сказки про любовь Вообще ужас просто как люблю Еще книжка одна Милена Бускетс Это тоже пройдет Роман о сорокалетней Бланке Потерявшей мать, но пытающейся найти себя Избавиться от пустоты Всеми доступными ей способами Эти и другие книги Вы можете купить в магазинах Читай город На Преображенской 65 Или на Ленина 103А Еще у нас призы имеются Спасибо большое Кинотеатру Дружба Что является нашим партнером Билеты на любой фильм И любой сеанс В любое удобное для вас время Мы сегодня тоже разыграем Также есть у нас галерея прогресса Две прекрасные совершенно выставки Я говорю это от своего сердца Потому что это на самом деле Уникальная вещь Которая в Киров наверняка В ближайшие 100 лет больше не приедут Это выставка «Оттепель» Это работы выдающегося Советского фотографа Владимира Лагранжа Которого я просто помню с детства Потому что живу давно И в советское время Очень много фотографий было В наших журналах Особенно в Советский Союз И фотовыставка «Гол» Для любителей футбола Она была приурочена К чемпионату мира по футболу Это тоже великолепная Целая династия Спортивных фотографов Представила свои работы Я еще раз говорю Больше вы этого Наверняка уже не увидите в Кирове Ноль плюс возрастного ограничения У этих выставок И приятный сюрприз Еще в том Что попадая на одну выставку Вы автоматически Становитесь свидетелем Вторую выставку Два в одном Два в одном Да, помещения там Гораницами не разделены Музыка у нас также присутствует Сегодня в культпоходе В это воскресенье 12-го числа В книжном клубе «12» Вы сможете послушать Творчество дуэта Алены Кошкиной И Николая Донецкого Кто же эти люди? Спросите вы Ну как же Это же эль-танго Эль-танго Это тот случай Когда голос и акустическая гитара Могут звучать Как целый ансамбль 12-го августа Вы станете свидетелями Русской, бразильской Американской Французской музыки От рэгги От рэгги до романса От джаза и до поп-музыки Все что угодно В 19.00 Ограничение 12+. Да Ну и повторяемся еще Что наши гости Сегодня нам любезно Предоставили спектакли 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 нам предоставили 15-го августа Да Спектакли Леди Магбет Мценского уезда 15-го августа 7 часов вечера Спаской 15 Ну что, ждем вопрос от вас Наши гости Екатерина Да, я задам первый вопрос Он будет касаться Естественно театра Наверное все, кто даже Не имеет отношения к театру Знают такого великого Театрального режиссера Деятеля Константина Сергеевича Станиславского Не верю Вы сейчас прямо вот Практически ответ Сказали Это будет вопрос на внимание В таком случае И вопрос очень простой Наверное тоже Ни для кого не секрет Что Станиславский Это сценический псевдоним Так как же была Настоящая фамилия Константина Сергеевича И варианты ответов Можно без вариантов Давайте начнем без вариантов Потому что Мне кажется Гаджеты у всех в руках Кто быстрее Вот теперь у вас Слушатели есть Все для того Давай помашем рукой Нашему слушателю в Сочи Который так ждал Этого вопроса Ждем звонка Междугородного отвечения Нам действительно Что, есть А все уже, конечно Добрый день Здравствуйте Вы в прямом эфире Как вас зовут? Андрей Андрей Откуда вы звоните, Андрей? Ну, это не Международный Это Андрей Жигалин А, Андрей Жигалин Здрасте Андрей Жигалин снова с нами Снова с нами, да Ну, в прошлый раз Мы помним Вам не удалось Ответить правильно На вопрос Первый раз Вам за полгода Но сейчас-то, видимо Уже без вариантов Он готовился целую неделю Только правильно, да Еще раз напомните Как Константин Сергеевич Алексеев Все верно А какие бы вы варианты Екатерины дали? Артемов Артемов Константинов Владимиров Иванов Ну что, Андрей На этот раз Бинго Андрей, сходите На Леди Магбет Муценского уезда Да, вот я очень много Слышал об этом спектакле Вот все просто хвалят Причем с таким придыханием Говорят, это просто чудо какое-то Вот особенно Девочка, актриса Говорят, это невероятное что-то Вот Мария Антропова Да? Антропова, да Вот такое неожиданное подтверждение Всем вашим словам Раз Андрей Жигалин Дает такую рецензию Я думаю Надо доверять И надо идти Андрей, не кладите, пожалуйста, трубку Да, с нашим редактором Традиционно пообщайтесь И вы узнаете, как получить эти билеты Они ваши, безусловно, уже Следующий вопрос От гостей Давайте еще один От гостей Андрей У меня вопрос будет как раз По спектаклю По Лескову И звучит он следующим образом Как звали племянника В очерке Николая Лескова Леди Магбет Вариант ответа Как зовут племянника Как зовут племянника Мужа Катерины Львовны Вот, наверное Как зовут племянника Мужа Катерины Львовны Ну что ж Вариантов ответа Тут тоже давать не будем, наверное Потому что их тоже можно давать Безгранично Я честно говорю Это произведение Лескова Оно входит в школьную программу Что-то я не помню Оно входит в неклассное чтение В неклассное чтение Сейчас селюсь вспомнить И никак не могу припомнить Ну что, вот такой вопрос Любителям литературы Классическая литература Классическая литература 211-101 Ждем вашего звонка А что на сцене-то будет происходить? Два басы человека будут тебе историю рассказывать Тебе мало? Просто вот стоят и рассказывают Сидят и рассказывают Лежат и рассказывают Что там? Приходите, все узнаете Вот тебе все расскажи Если бы можно было рассказать спектакль по радио Никто бы не ходил на спектакль Это был бы радиоспектакль Спектакль на радио Это вообще клевое Когда-то было, да Я даже не знаю Что касается сценографии Могу тоже небольшую деталь приоткрыть На сцене будет одна деревянная скамейка И она будет тоже перевоплощаться То есть наши зрители говорят Что на самом деле действующих лица три Он, она и скамейка Нет, нет, это не то, о чем вы подумали Владимир, читайте классику Он, она и скамейка Да Так, 211-101 Время бежит Прям вот очень-очень быстро Видимо, сложный вопрос Видимо, сложный вопрос Минута у нас буквально Сразу в поисковике не забивается Так, леди Магбит Сценского уезда Я полез искать персонажей И еще и еще и еще не нахожу Давайте варианты ответа дадим, Андрей Коля, Федя и Саша Коля, Федя Ну, не и, а или Саша Или, да Одно имя Коля, Федя или Саша Коля, Федя или Саша Напоминаем, что дозвонившийся Если отвечает неправильно То мы обычно благосклонны Мы закрываем ушки, как будто не слышали Да И даем второй шанс Добрый день, вы в эфире Алло Да, да, да Как вас зовут? Андрей Андрей Что-то сегодня день Андреев Ну что ж, не самый плохой день Андрей, ну как по вашей версии? Коля, Федя или Саша Коля, Федя или Саша Ну, попытаюсь угадать Федя Совершенно верно Федя С первого раза, Андрей Молодец Прекрасно А почему Федя? Почему вы так решили? Потому что классика Потому что классика Федор Лямин Звали этого героя А чем он примечательен, напомним? Вот он появился И все перевернул Все планы Катерины Львовны С ног на голову все встало в этом доме В общем, лучше смотреть Лучше смотреть, конечно Андрей, давайте с призом определяться Ну, я бы хотел книгу Когда дым застилает глаза Когда дым застилает глаза Шесть лет работы В американской похоронной индустрии Хорошее, красивое издание Глазами девушки И с предупреждением После прочтения этой книги Ничья психика не пострадала 16 плюс возрастное включение у книжки Вы не кладите трубочку Вам наш редактор объяснит Как эту книжку сможете получить Спасибо Итак, реклама Традиционная для середины часа У нас сейчас будет Это программа Культпоход Напоминаем 211-101 У нас еще есть вопросы Есть призы И наши гости Еще раз напомним Екатерина Лучникова Руководитель Недетского театра «Кактус» И Андрей Белоусов Управляющий музейно-выставочным центром На Спасской Реклама Культпоход Ведущий у нас тоже сегодня с вопросами Да, Витя Николай? Обязательно Давайте Сразу Завершим этот круг А потом еще пообщаемся Хорошо Ну, я всегда задаю вопросы музыкальные На этот раз я решил вспомнить Про такого исполнителя американского Как Брюс Спрингстон Которого в России Как-то почему-то не очень хорошо знают Хотя в Америке Буквально не покидая первые страницы Глянцевых журналов Он уникальный человек У него 20 премий Грэмми 20 премий Грэмми Это рекорд? Да Оскар у него есть Все первые 8 альбомов Находятся в топ В списке Заслужил, не украл А сейчас я начну с песенки Которая вышла у него в 84-м году На альбоме Рожденный в США Этот альбом вообще был уникален У него 7 вещей с этого альбома Были в топ-10 сразу Одновременно причем После битвы Люди слушали практически альбом Ну да Вот эта песенка Которая прозвучит Она называется Ну кавами Укрой меня там Спрячь меня как угодно Советскую эстраду Немножко напоминает Видимо советская эстрада Его пародировала Я прочитал историю этой песенки Не так Дело в том Что он написал Специально для одной Очень популярнейшей Диско-звезды Он вообще-то хотел Ее отдать Диско-звезде А потом подумал Что такая хорошая корова И себе пригодится И спел ее сам Вопрос простой Кому из этих девушек Адресовалась эта песня Которая так ее не исполнила Это была Сандра Это была Донна Саммер Или Сиси Кэтч Сиси Донна Или Сандра Или Сандра Вот Вопрос крайне простой Кто из них не получил У нас кто-то уже позвонил Не знаю по какому поводу Правда Есть звонок Да есть звонок Добрый день Здравствуйте Здрасте Олег нам дозвонился Да Меня дозвонил Мы знаем Вы как-то по-моему Дозвонились еще Даже раньше У меня успел вопрос задать Ну кому же хотел Подарить эту песенку Брус Спрингстин А она в итоге спела? Нет Нет Он взял и не отдал Потому что Он получил за нее Свой приз Предположил Донна Саммер Совершенно верное Предположение Конечно Донна Саммер Остальных он просто не знал Остальные они в Европе Все живут Донна Саммер Донна Саммер должна была Эту песню исполнять Исполнил ее Брус Спрингстин Все остались довольны В итоге И вы я думаю тоже Олег Потому что вы победили В нашей викторине И что бы вы хотели получить В качестве приза? Если можно книжку Да конечно Конечно можно У нас раз два Три четыре Четыре книги у нас еще Вот первую книгу Которую вы зачитывали Морган Мэтсон? Нет Мороженое со вкусом лета Нет Как в СССР принимали высоких гостей Вот это Как в СССР принимали высоких гостей Если бы вы знали С каким грустным чувством Я с этой книжкой расстаюсь Она мне очень нравится Но я рад что она досталась Попала в хорошие руки Поздравляю вас Мы же родившиеся в СССР Должны помнить Как их там принимали Выходил или нет Видишь Нас же там не было Так что Олег Не кладите трубочку Вам объяснят Как эту книжку получить Спасибо С меня вопрос 211-101 Напоминаю номер нашего телефона Вот мы сегодня говорим О годе Который исполнился Не детскому театру Кактус День рождения Скорого Екатерины Лучниковой Нашей гостью Руководителя театра А я посмотрел Сегодня у кого Дни рождения У знаменитых людей И наткнулся я На великолепного человека Которого К сожалению Нет давненько Уже с нами Это замечательный актер Андрей Иванович Краско Помните такого Помним Помним Да Которому сегодня 10 числа Могло бы исполниться 61 Мог бы исполниться 61 год Вот сейчас Прозвучит отрывок Из очень известного фильма С участием Краско Ваша задача Название этого фильма Великолепный отрывок Вот прям С открытым ртом Я смотрел И пересматривал И с такой улыбкой Хорошей Давайте послушаем И вспомним этого актера Ты знаешь Какая у тебя фамилия Легкоступ То есть легкий Можно сказать Воздушный Ты чего написал Пельняшка Через букву И Шинель Через букву И А ботинки Вообще Ты чего Легкоступов В русском языке Есть слова Их там много Когда их составляешь Вместе Получается предложение Где есть Сказуемое Подлежащее И прочее Святотень И все это Великий русский язык Легкоступов Ты меня понял В нем перестать Местоимение Сказуемое И подлежащее И появится Интонация Наша Маша Горько плачет Или Плачет наша Маша Горько Ты понимаешь Это ж поэзия Кто поспорит Что наш Великий и могучий Это поэзия Вот это Герой Андрей Краско В каком фильме Хочу я спросить Сразу дозвонившегося По номеру 211-101 Слушаем вас Как вас зовут Алло Здравствуйте Зовут меня Николай Узнали фильм Николай Конечно Это 72 метра Да 72 метра О гибели Трагичной подводной лодки Фильм Где собственно Сыграл капитана Той самой субмарины Андрей Краско Что хотите получить За правильный ответ Ой Напомните Что там вообще осталось Что-то как-то быстро все Ну хотите куда-то пойти Или книжку хотите Нет Лучше бы куда-то пойти Ну Сразу давайте С козырей У нас еще билеты в кино есть Ага Билеты есть На 12 августа В клуб 12 На концерт Кошкина и Донецкого А на Магбетт тоже Ведема Есть билет Просто я самое Самое главное Хотел оставить Наконец как положено Вот конечно У нас есть приглашение От наших гостей На спектакль Леди Магбетт Тоже хорошо Нормально Идите Не кладите Не кладите трубку Вам расскажут Как получить билеты Приятного вам Время Препровождения 7 минут у нас до конца И еще хотелось бы Поговорить о планах Не детского театра Кактус Опять же в вашей группе Читаю Что 13 числа То есть 13 августа С понедельника Начнутся интенсивы Театральный интенсив Для подростков От 13 до 17 лет Да Все верно Расскажите Катерина Подробнее О чем идет Один интенсив Детский у нас уже идет И близится к завершению Завтра Что такое интенсив Это мастер-классы Тренинги В течение 5 дней Из 10 до 6 Это когда поток информации Прям Да С целью создать спектакль То есть за 5 дней Мы создаем Такой небольшой Спектакль И вот с 13 августа У нас будет новый набор Мы делаем подростковый интенсив Туда мы приглашаем Подростков с 13 до 17 лет Там будет очень много Импровизации Много Ну совместных Пластических этюдов Много будем говорить Думать Размышлять Все что интересно подросткам Все что мне будет интересно Подождите Вообще все что интересно Мы знаем что подросткам Иногда интересны Не очень хорошие вещи Про это тоже нужно говорить Они знают что и взрослые Иногда интересны Подходят на улицу Дядя не найдется И так далее Вы знаете Мне все время про таких подростков Рассказывают Но я их нигде не встречаю Почему-то в театр К нам приходят Только самые Не знаю Интеллигентные Образованные Яркие Открытые Творческие Харизматичные Тут наверное нужно уточнить Что в первую очередь Вы наверное Этих ребят тоже ждете Мы ждем всех Мы открыты Даже не знаю К хулиганам Каким-то К хулиганам Кстати очень много Очень много знаменитых Актеров и артистов Там и кино и театр Вышли как раз Из той среды Про которую ты говорил Через тернии Да Через тернии Поэтому мы приглашаем всех На театральный интенсив Для подростков Он будет на площадке Центра досуга практикум И вся информация Можно узнать У администратора У администратора Или в социальных сетях Тоже все Или в социальных сетях Раз Молодежь Уж социальные сети Всегда под рукой У каждого в смартфоне Пожалуйста Если вам интересно Тем более Время-то еще есть Каникулы продолжаются Вот мне кажется Немножко уже Ребята подустали От этих каникул Так идешь Ни в коем случае Нет Не подустали Слушай У меня Как отец 12-летнего подростка Нормально себя чувствуется Нет Прекрасно совершенно Я думаю Если добавить еще пару месяцев Они бы ни капельки не устали А если говорить О более уже Отдаленных планах Екатерина Ну в сентябре Мы начинаем Учебный процесс Будет набор в группы В детский Подростковый Опытный кактус И конечно Нам уже не терпится Ставить новый спектакль Играть его И мы даже уже определились С драматургией С материалом На этот раз Это будет тоже классика Будет Евгений Онегин Вау Да Вот так Немного Не мало Слушайте Чего же более Да Почему ты сразу вспоминаешь Вот именно Вот этот Письмо Онегина И вообще-то его девочки учили Письмо Татьяны К Онегину А вот кстати Вы угадали Спектакль будет Скорее всего Называться Как-то по-другому То есть Акцент будет сделан Как раз таки На образе Татьяны Лариной Какие же уроки Извлекла Татьяна Ларина Из этой вот Встречи с Евгением То есть Все-таки Акцент будет больше Про этот женский образ Владимир Ты попал на нужную ноту Я кстати Онегина недавно Перечитывал Признаюсь С большим удовольствием Маленький конкурс Кто дальше Помнит его наизусть Знаете Моя педагог По литературе Говорила Что образованный человек Не может считать себя Вот образованным Если он не знает Наизусть Так что У нас сейчас Весний детский театр Кактус Приступает к изучению Евгения Онегина Наизусть И ведь самое-то главное Как ложится это все В память Легко Легко Прям Легко Да Две минуты Мы успеваем Сейчас задать вопросы У нас вопросы от гостей Еще есть? У нас-то есть Еще с Николаем Вы можете отдохнуть Мы зададим Давайте Вы пока можете Поскольку у нас День рождения театра То мы готовы Один пригласительный Просто подозрить Первому дозвонившемуся В честь нашего Дня рождения Хорошо Давайте Мы сейчас все-таки Вопрос зададим Будет ответ Я надеюсь Человек дозвонится Мы ему предоставим Возможность выбора Он выберет А вдовес еще Наоборот То есть тот, кто дозвонится Получит приглашение на спектакль А вдовес мы ему еще Даем Правильно расставлять акцент Давайте музыку Музыку Ну давайте музыку Хорошо Ну что Артем Включай немножечко еще Грустные песенки Артем наш звукорежиссер Это песенка прозвучала в фильме Филадельфия Который получил Оскар И за это Соответственно Автор Борис Принстин Тоже получил Оскар Фильм этот Опять же В России Широким прокатом Не шел Таким особо широким Потому что Теме он посвящен Довольно сложной Так сказать Нетрадиционной В том числе И сексуальной Ориентации Такая щекотливая Но посмотрите Какие там Люди снимались Том Хэнский Дензел Вашингтон Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Ну какой фильм Джонатана Демми Вы знаете Попробую ответить В молчании Игнят Совершенно правильный ответ Пять главных Оскаров Да С Джоди Фостер С Джоди Фостер Да И с Господи Ну понятно Да Да С ним С ним С великим и ужасным Как вас зовут Меня зовут Надежда Надежда Вы совершенно правильно Ответили Он откроет тайну Если бы вы назвали Любой другой фильм Вы бы тоже угадали Это все фильмы Джонатана Демми Это все фильмы Его Он снял Очень много фильмов К сожалению Вот именно Филадельфий Энтони Хопкинс Энтони Хопкинс Приглашение на спектакль Уже ваше И вы еще можете Выбрать себе приз Абонент С которым вы разговаривали Поставил вызов на удержание Ну это бывает От небольшого волнения Бывает Кнопочка нажалась Надежда Вы обязательно нам позвоните Да Дозвонитесь нам в эфир И выберите приз Уже думаю В разговоре с нашим редактором И напоминаем Что в том числе Вы получите билет На леди Магмит Мценского уезда 19.00 15 число Музейно-выставочный центр На Спасской По адресу Спасская 15 Пожалуйста приходите Места-то еще есть Кстати Мы не спросили Еще есть Еще есть Там же непосредственно Можно приобрести Можно позвонить по телефону 323-322 Забронировать Ну или прийти За 10-15 минут До спектакля 323-322 Я вспомнил телефон Он был в мультфильме Про Карлсона 3-3-3-2-2-2 Еще раз давайте Чтобы не сбивать Чтобы не сбивать 323-322 3-2-3-3-2-2 Да легкие А ну да В принципе Таких было Приверно 3-2-3-3-2-2 Хорошо Спасибо большое Андрей Белаусов Управляющий музейно-выставочным центром На Спасской Екатерина Лучникова Руководитель Недетского театра Как то С творческих успехов Вам и всем нам И прекрасного дня рождения Песня Мы обещали спеть С днем рождения Тебя Доброе С днем рождения Тебя С днем рождения С днем рождения С днем рождения Тебя Ай ладно Все накосечили Но зато Нормально Спасибо большое Я не прощаюсь Передачу сделала На ветке Через 20 минут Услышимся Культ Пахмот